здравствуйте дорогие друзья вы смотрите канал мы живем в латы сегодня у нас среда 17 июля 2024 года жарковато да и солнечно время сейчас у нас уже 19 00 вечер ветерок но погодка хорошая в районе 30 градусов 28 30 градусов новости будут вот какие друзья послушайте внимательно была война и там погибли люди для сноса оставшихся памятников в латвии советского времени памятник нужно менять закон разбираемся поподробнее объекты прославляющие советский режим даже если они находятся над солдатскими захоронениями должны быть частично демонтированы это считают в лудзинском крае который год назад обратился в сейм латвии с предложением внести изменения в закон памятник с ярким серпом и молотом стоит центре зилупы где вчера побывал с региональным визитом президент латвии эдгар ренкевич он также считает что сейм должен искать решение этого вопроса пишет делфи со ссылкой на лсм лв так и хочется в самом начале немножко прокомментировать буквально секунду а все других больше вопросов нету да все дела поделали все дела поделали поехали домой ну я имею ввиду да там юмористы такие друзья но здесь вот такой комментарий ну что это что я всегда говорю это просто отвлечение народа сколько этих память господи мама кому они мешали мешают кому зачем вы мертвых трогаете могилы тем более послушайте дальше сейчас все поймете почему я не могу прям друзья не могу когда вы страной займетесь экономикой так далее у нас что проблем других нету а что вы до могилды докопались до этих памятников до табличек каких-то названий улиц вам больше делать нечего нечего а ничего больше нет на прошлой неделе в велике снесли памятник советским партизанам объект прославляющий окопацион каким образом он может прославлять вот объясните мне пожалуйста как он он что там стоит микрофон или что там там стоит колонки и он орет на или эти самые я даже я не могу понять объясните друзья как 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 он может прославлять объект прославляющий оккупационный режим центре приграничного города не был демонтирован раньше поскольку были опасения что под ним находится захоронение сообщили самоуправление самоправление баловского баловского края заказала зондирование и оказалось что захоронение нет центре другого приграничного города зилу п также стоит ярко красный памятник советской символикой и надписями а за ним могильные плиты на памятнике написано за свободу и независимость нашей родины которая надо думать пришла латвию с победой советской армии опрошенные латвийским телевидением лтв латвийским телевидением жители зилупы снос памятника не поддержали жительница зилупы заявляет вот что есть закон что если есть могилы то памятник остается во вторых есть история я тоже ее учила продолжает она и меня учили что была отечественная война и там погибали люди получается снести надо все могилы там где были войны она задает вопрос можно точку поставлю может быть вы многие видели постоянно когда праздник песни и танца происходил советские время пели день победы да вот этот оркестр и там режиссеры и и ну друзья но вы понимаете да понимаете я не говорится не музыкант дирижировал дирижер аж весь мыли потный день победы порохом пропах посмотрите зайдите там кругом эти видео везде с прям строем ходили смысленно строем но там тысячи людей собирались и песни пели песни советские песни все и артисты собирались все буквально поголовно и все к коммунистами все были буквально поголовно чуть где-то какая-то на ступеньком выше всего уже коммунист и поддерживали и прославляли а сейчас что вы а вот те уже по умирали в основной своей массе ну да конечно да а те кто остались переоделись до переоделись вот она говорит получается снести надо все могилы там где были войны не могу друзья вот у меня стоит перед глазами как они поют на празднике песни и танца этот день победы порохом пропах всегда постоянно пели патриотические советские песни все пели все учителя преподавали что а что теперь другие методички а понятно ну да конечно но это понятно да я пони я понимаю все прекрасно понимаю но не до такой же степени доходить что надо могилы трогать могилы все ломать все крушить зачем историю стирать а молодежь вы не в курсе что половина населения поддерживала вы не в курсе и воевала на стороне советской армии красной армии если даже не больше целыми дивизиями и освобождали ригу непосредственно латышские красной армии сначала была красная потом нет по моему красная армия под каком-то году она там во время войны советской армии стала вот не помню друзья а что с ними тогда а ну ладно это другая это уже другая история за такой другой уже житель зилупы дмитрий из зилупы говорит время идет все меняется сломать можно все что угодно но какой смысл послушайте сейчас сейчас как что заявит латвийское телевидение лтв чтобы не было неправильной истории ему отвечает вот виска 3 видения этому дмитрий дмитрий им говорит как неправильной как неправильно история правильная это дмитрий сказал да вот дальше послушайте друзья год назад лудзинская краевая дума обратилась в сейм с предложением внести изменения в закон чтобы памятник можно было частично демонтировать оставить захоронение но убрать символы как сообщил глава самоуправления эдгар мекш от союза зеленых и крестьян ему ответили что предложение будет рассмотрено возможно что-то и рассматривалось в комиссиях но у него нет об этом информации председатель комиссии сейма по образованию культуре и науке агита зариня стуры она от нового единства ознакомилась с инициативой самоуправления и сказала что вопрос деликатный и необходимые дискуссии с экспертами и историками чем больше мы видим таких ситуаций тем больше вариантов и тут очень хрупкая грань где осквернение могил а где только памятник пожалуйста я вас прошу всегда послушайте внимательно каждое слово каждое предложение чем тем больше вариантов повторяю и тут очень хрупкая грань где осквернение могил а где только памятник президент латвии эдгар инкевич заявил что решение в этом вопросе должно быть единым это не тот вопрос который должен решаться на уровне самоуправления не должен он решаться на уровне самоуправления особенно в отношении тех памятников или захоронений которые являются действующим межправительственным соглашением этот вопрос должен решаться на уровне сейма вопрос о сносе прославляющих советскую власть памятников в латвии стал актуален после того как россия начала войну против украины 7 принял специальный закон о том что объекты прославляющие советский и нацистские режимы должны быть снесены в латвии до 15 ноября 2022 года но вы все уже наслышаны и все в курсе что произошло и что происходило в том году далее были также приняты поправки к договорам между латвией и россией для тех кто не понимает еще могу повторить зрителям подписчики все понимают прислушайтесь были также приняты поправки к договорам между латвией и россии договор между латвией россии никто не отменял поправки какие поправки а вот они подписанным москве 30 апреля 1994 года вы не ослышались 30 лет уже давно назад даже с лишним 1994 году 30 апреля была принята оговорка что латвия не обязана охранять такие сооружения как монумент в парке победы в риге вот и до него добрались парке победы в риге по всей латвии было демонтировано более 100 памятников новость закончилась друзья пишите комментарии что вы думаете я прокомментировал сказал кому они мешали я не могу понять не не знаю не понимаю я кое-что и не понимают прославляющие не прославляющие ну друзья зачем могилы трогать зачем ну могилы до могилы тут тяжелый вопрос я тяжелый до этого времени не трогали ну подождите я недавно вел новости извините коротко скажу не знаете изменится ситуация она вот-вот скоро должна измениться должна есть такие ну витает в облаках помните облака белокрылые лошадки и так далее что вы мчитесь без оглядки время летит придет декабрь придет январь февраль максимум в течение трех месяцев раньше вряд ли поменяется ситуация я не буду говорить какая что поменяется но очень много информации поступает ну поступал вы понимаете куда поступает откуда и откуда я это все беру ну вы также самое можете присесть и посмотреть где что по где-то что-то посмотреть какие-то на репортажи откуда откуда конечно же соединенные штаты америки все смотрят рот открывшись туда только туда то что происходит и происходило и будет происходить но друзья ну я имею ввиду на европейский континенте но все с открытыми ртами и призадумавшись все призадумались и все чего-то ожидают и постепенно этих людей сказка одолевает я сказку рассказываю вот мне приснился сон и тише твою мать вот это же ситуация ни хрена себе ложились спать такая ситуация была проснулись другая ситуация но баб бояться уже начинают бояться и с каждым днем с с каждой неделей извините друзья на что извиняться все мы люди правильно друзья я имею ввиду что да вот сказочка продолжаю сказку да это все новость закончил все пишите комментарии что вы думаете а я вам рассказывать дальше что предстоит какие времена вот приходит это время и начинается все по-другому я говорил хотят успеть быстро все вот это все раскрошить мелко мелко раскрошить чтобы в зубах не застревала и чтобы знаете ну не подавиться да 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 не подавиться это ну чтобы быстро все следы этих преступлений ну как и преступлений вы чё тут про преступление говорили что а ну ладно бог не сам собой разговаривать я любитель говорить про да да сказочник ясновидящий так вот скрыть эти следы быстренько все тудыма судыма а потом найду придется кому-то кому-то да ну предположим кому-то это все опять искать эти проекты искать до чертежи до специалистов звать придется опять ну здесь то есть рисов не не будет так как они сделают сделают ноги им приделают ноги понимаете а либо будут когти рвать но у кого когти большие вы понимаете ногти когти рвать когда когда гребут руками загребущие у них ногти ломаются а ну этот к этим где чистят понимаете ну ногти особенно на ногах пятки а кое-кто и даже ноги по жопу может стереть да 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 вот только на поворотах некоторых будет заносить да потому что дорога то не везде прямая да вот сон такой приснился да сказка ой дальше вам рассказать или не рассказать так вот слушайте кое-кто рванет им и в основной своей массе рванет да мы скажет да нафиг нам это нужно я чё дурак что ли да не я еще говорит хочу пожить и пожить припеваючи сладко и набить чемоданы огромные мешки с деньгами да вот мне приснились деньги а к чему снится сон когда деньги снятся да и быстро ногти когти рвать да 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 ну рванут рванули а кто это все восстанавливать будет кто будет доделывать чего будет доделывать а потому что дядюшка сказал барин сказал будете теперь так жить будете выполнять все что я вам скажу а не вы выживаться а то нефуя себе обнагмели вы да я вас вижу что вы там творите но это великан такой великан стоит да и он все видит как вот эти муравьишки вот эти блохи там всякие таракашки ползают чего-то там еще творят там укусят там по науку не знаю друзья наверное я сейчас напьюсь вот такие вот новости друзья я вам говорил уже неоднократно прошлом году позапрошлым предупреждал опять опять народу будет плохо опять будет плохо как кому а народу будет плохо да я уже заговорился так вот декабрь все узнают что произойдет уже происходило уже говоря я вам на ушко скажу сто процентов так и будет что вот этот дядюшка великан будет управлять всеми делами и за всеми будет следить и и скажет если вы это не понимаете слов значит кибени фени да будете строить себе домик но только уже не здесь а где я вам скажу вот так вот друзья сказочка да 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 сказка сказка и бени фени сказка что вы что вот мне так когда я сам собой любитель поговорить а я новости закончил а я даже не а я же не отключался господи а я разговариваю а я с темкой разговаривал друзья да 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 хорошего друзья я вам скажу ожидать но есть есть предпосылки есть предпосылки что хорошие я оптимизм друзья хорошие предпосылки хорошие временам переменам все-таки будут но ближайшие как я вам говорил 500 700 лет здесь ничего не изменится нет если вот этот вот великан вот как мне сон приснился шибанет так по столу а то и приказ это будет сто процентов это даже тысячи процентов что все буквально все по-другому будет будет все по-другому но как бы вот это по-другому не обернулась хуже намного народу понимаете но он же эту ситуацию видит и все понимает народ здесь ни при чем простой он просто этот дядюшка великан видит что вытворяют и вон и и вон и прислуги вот так да ну да да прислуг конечно вот эти вот гномики да у меня какие там какие прислуги я неправильно говорю пока язык не заплетается могу гномики 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 то работали они любители работать гномики с тачками она а эти наши то гномики нихрена не хотят работать они работают неправильно сон и вот этот великан все зависит от этого великана есть другие великаны очень огромные великаны где немерено вот всяких гномиков немерено немерено население ой там вообще физдец полный физдец если еще они соберутся на крутверть вась-вась на шашлыки вот эти вот все великаны оттудой да оттудой что тут будет мама не горюй ну не бойтесь население семочка подожди дай сказку да расскажу да скажут вот сюда еще примерно миллион надо миллион потому что туда больше не могут уже уже воют уже прям волками воют все воют нам не надо а вот тут земли ой пустует земля леса повырували вперед сюда этих сюда миллион а то и два а то и пять миллионов вот и наши гномики начнут с тачками бегать обосрамшись все друзья сказочку я вам рассказал я же сказочник конечно же ясновидящий сказочник ну напишите друзья новости серьезные были желаю всем здоровья счастья благополучия мира добра и дружбы между народами поставьте лайк под видео подпишитесь на наш канал поделитесь в социальных сетях желаю всем здоровья счастья благополучия мира добра и дружбы между народами Ну, до следующих сказок, до следующих анекдотов, юмор, комедии. Будем продолжать. О, пришел, зовет, на улицу хочет. До свидания, друзья. До следующих видео. Спасибо. Спасибо.